Ребята, всем привет с Алтая! В этот раз мы отправляемся в увлекательное путешествие по бездорожью! Бабочки, это Алтай! Ну что, вот и начались наши приключения на Алтае с такого вот прекрасного момента. Без и бумага, раз, два, три! К сожалению, охотники не успели, нашли его уже мертвым. Всем доброго алтайского утра, друзья! Наконец-то прибыли на Алтай, добирались сюда три с половиной часа самолетом, три часа на машине. И мы теперь на озере Телецком. Алтай Village, Телецкое называется, отель пятизвездочный. Посмотрим, что из этого получится. Состояние сложное, потому что хочется спать. Ой, красота какая у вас тут! Бабочки летают, как все по заказу, да? О, добрый день! Здесь с нашими применными стойками, загрузками. Ничего себе! Ничего себе! Справа стоит можжевельник, слева красная-то малина. Сначала можжевельник, а потом малина. Саня, а ты снимай! Ты снимай! Ребята, давайте! За Алтай, за гостеприимство! Чувствуется здесь, конечно. Все на уровне. Бабочки просто на камеру сойдет. А зимой здесь рыбу ловят? Зимой у нас есть палатку посередине озера ставят и зимняя рыбалка. Ребята, давайте выпьем за это прекрасное место, за тех людей, которые его создали, которые организовали нам такой теплый прием. За меняши! Кстати, давайте разделимся здесь, кто с кем ночует. Ну, я с Михой. Игорь, я с тобой. Тебе повезло бы, мы в президентском номере. Санюк, ты чего ничего испортил малину? Ну, это и выпьем! В общем, мне сказали, что здесь самая крутая баня в мире. Говорят, даже лучше, чем бритиш-баня. Пока у нас на первом месте бритиш. Здесь вы забудете и обо всех банях, которые когда-либо ходили. Дух захватывает. Едешь и понимаешь, что природа безумная здесь. Здравствуйте. Хотели бы заселиться к вам? Конечно, вас ждем. Ты понимаешь, да, какие-то кедры, сколько лет им? Да. Вот это я понимаю номерок. Обалдеть, да тут вообще заблудиться можно. Смотрите, какая кровать. Я здесь сплю. У меня луна такого цвета. Ух ты. Саша, сними мои глаза. Саня, подожди, а можно уточнить? И подожди, вот после всего вот этого мы поедем по Норвегии в шестером в одной машине. Кто живет, кто здесь живет. До президентского. Давай, камень на душе. Неси бумага. Раз, два, три. Вообще, чертка себе. Вот это... Кстати, здесь можно пить воду из-под крана. Санек, давай обзор на свои владения. У нас немножко поскромнее, конечно. Нечуть, да? После вашей президентской, конечно, наши как халупы смотрятся. Санек. 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 У меня в гости. Вот это нормально. Миша хорошо, что отселили в отдельную комнату. Вит у вас лучше? У вас вид лучше, кстати. Но кайфово же. Слушай, ну вид, конечно, я вот такого... А какой воздух, да? Он прямо такой... Нет, действительно... Послушайте. каменные раковины я люблю такую тему ну что ребят я хочу сказать что вот ради таких моментов хочется жить когда ты приезжаешь и понимаешь какая же россия огромная как здесь круто и самое главное что здесь есть сервис вообще пока у меня нет слов пятизвездочную гостиницу в таком месте это то это дикое место не знаю как они это строили игорь на что что будем делать я буду первые сутки просто молчать классное меню заметьте у них рыба все правильные вообще шикарно когда здесь водится такая таймень хариуси манты из таймени голубцы из таймени очень ребят мы взяли все в стол и сейчас попробуем все самое вкусное что здесь есть драгонину все знаете как есть да ну как вот макайте соль перец и очень вкусно как можно от вкуса писать свежая вкусная нежная рыба мне кажется вот если бы не сказать что таймень вы вряд ли бы определить на очень вкусного тартар смарал закуска горячий с паспортником и мясо морала перемене из таймени это из дичи а то есть не из дичи так но из дичи меня не удивить это деликатес губолоси щечки слушайте ребят но это это я знаю что это очень вкусно никогда не пробовал красота смотри какая ну как вкусно необычно вообще очень мягкое мясо очень мягкое звук даже смотри погибло веселее это сейчас это Раньше сказали, что здесь на часовне. Здесь кто-то есть, в смысле, был, потому что свечи заживали. О, смотрите, вот это рога, я понимаю. Очень креативненько, да? А вот такая у меня есть дома, вот такая. Дровишки, так пахнет все. Так, мы пришли, как это, наверное, называется? Это Аил. Вау, у меня примерно такой же, только раз в два, это, наверное, меньше. И из полноса, труба медная. Безумно круто здесь. Вытяжка медная. Представляете, как здесь зимой, ребят, на улице снег. Ты сидишь. Не, мне очень нравится, как здесь с таким вкусом так стильно сделано. Это, конечно, вот эта медная труба, она вот так обыграна. Миш, грибы смотри. Вон еще, Миш. В общем, идем в мараловые ванны. Что это такое, сейчас вам расскажем. Для того, чтобы принять мараловые ванны, мы идем в СПА. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вы его допускаете? Вы его допускаете, да? Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Пошли. Вот перейдем. Это, конечно, синенькие. Вот такие вот. О-о-о. Это чья кровь? О-о-о. Это чья кровь? Может быть, сердечко сильно заколотилось? Может быть. Сань, теплая? Она горячая. 37-38 градусов. О-о-о, кайф. Кипяток. О-о-о. Как вода. Кайф. Ребят, в крови я еще не купался. Не знаю, что это даст. У меня еще процедура эта? Улучшается потенция, настроение, работа головного мозга, скорость принятия решений. Бизнес, бабло сразу льется. Да, ребята, если, короче, после этой ванны я начну зарабатывать больше, я вам об этом скажу сразу. Ссылка в описании, да. Ссылка в описании, да. На кровавые ванны. Так, ну что, мы завершили эту кровавую процедуру. И теперь идем... Полтора часа нельзя ее смывать. Здорово. Я сейчас смотрю, ты такой, здоровый сам. Стараюсь. Мерим давление. А какое у меня давление было? 124 на 80. Как у космонавта? 124 на 80. 113 на 71. Это что значит? Упал на чуть-чуть. Немножечко снижается, это нормально, если оно повышается. Пантовые ванны стабилизируют давление. Если у вас в горку прошли, у вас немножко поднялось. Или кратковременные какие-то повышения либо снижения, оно вас возвращает. У меня снизилось, да? У вас немножко снизилось, но повысился пульс, это тоже нормально. Вот такая у нас байка. Это у нас небольшая байка. На дровах она? На дровах, конечно. Все дровяное. Мой запах классный. Все, мы готовы. Что делать? Баня кедровая. Передеваемся. Кедровая баня, это идеально. О-о-о. Вы просто посмотрите на это. Как классно сделано. Еще свет такой. Прозрачненькая, смотри. Идеально. Шикарно. Пошли быстрее. Ребята, посмотрите какой вид в этой бане. Это вид на миллион. Саняк, ну ты как новый, е-мое. Не говоришь, что я не заново. Третья. Иди текст. Иди текст. Воссет. 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 Иди текст. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Александр, ну как вы? Огонь. Приподнимайтесь потихоньку. А-а-а. Ну расскажи, что ты почувствовал-то, где был? В том мире или в этом? Ну если бы еще не говорили в этот момент, то был бы вообще просто наивысший пилот. Мешает разговор. Да, ты сосредотачиваешься на каком-то звуке, вибрации и просто в космос улетаешь. А потом такой из космоса. Ну они такие, мы там делали что-то там. Это венька. И вот так, подожди, где? И опять туда. Возвращает тебя, да? Да. Смотри, в общем, это у нас мед, пыльца и пантовый гематоген. В общем, это выдержка, выпарка из оленьих рогов пантовых. И как это пить? Добавляешь чай, либо можешь как варенье ложечкой, довольно-таки очень вкусно. Выглядит не очень. Давайте я попробую сначала так, мне интересно, что вот это такое. Вкусно? Как будто сироп лекарства. Ой. Это как будто комбикорм или рыбий корм. Это пыльца. Куда их? А может так есть, тоже в чай добавляй. Кровища. Потом можешь рот открыть и показать, что у тебя там? Язык? Да. Ну как? Невкусно. Игорь, давай, бери. Не распробовал что-то? Ребята, ем пыльцу. О, у меня зрение хорошее, но ем пыльцу. Я вам хочу сказать, что сумасшедшее место, классная баня, идеальный воздух. Классные банщики. Банщики вообще от бога. Банщики топовые просто, да. Идеальная просто погода для съемки, для фоток, для всего. Это называется, Санек, Magic Time. Magic Time? Да, в это время, тем, кто заканчивает на операторов, ГИТИС там и прочее, им запрещают снимать во время заката и рассвета. Ребят, ну это космос, конечно, я вам хочу сказать. Сюда нужно приезжать, перезагружаться. Здесь плохо ловят телефоны, вас здесь никто не будет доставать. И вы просто за один-два дня перезагружаетесь в ноль. Вы заново родившийся человек. С новыми целями, полны сил и идей. Готовы просто погрузиться полностью в работу, рвать и метать, зарабатывать бабло, приносить людям пользу. В общем, каждый выбирает что-то для себя. У нас тут сало собственного копчения. Хочу заметить, что здесь очень вкусная кухня. Это, как мне сказали, это один из лучших ресторанов вообще. На Алтае. На Алтае, да. Ну это действительно... И воду приносит в графинечку, давай. Здесь очень классный ресторан. Вы просто посмотрите на эти огурчики. Да, да. В этот раз мы отправляемся в увлекательное путешествие по бездорожью. Смотрите, сколько бабочек. Природа красивая, воздух чистый, пусть и пыльный. Поехали дальше. Кстати, три дня назад ребята ездили на квадриках и встретили медведицу с двумя медвежатыми. Это достаточно опасно. Вообще, они обычных людей боятся. А здесь вышло из-за шума реки не услышало, походу. Мы едем на золотые прииски. В советское время там мыли золото. Взяли металлоискатель. И будем пытаться тоже что-то найти. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Эмоции безумно зашкаливают просто. За секунду держится. За два. Так, ну что, идем смотреть избу охотника. У него есть путик, он, есть где-то основное жилье, а это у него промежуточное. Он идет, ночь застала, он здесь ночует. На следующий день выходит, снова выходит. Котелочек у него тут висит. Да, все понятно, как всегда. Здесь живет охотник, Мишель. Спички тут, батарейки, спирт. О, макарошки. Подвешенные с крупой какой-то. Даже хлеб есть. Мишель. Где вискарик с водочкой? О, смотри. Нормально. Талку пьет. Смотри, эта вся печка, видишь, камнями вокруг обложена, чтобы сохраняло тепло. На Алтае большая проблема с бензином, поэтому все мучаются. Вот у нас сейчас квадрик, на холостых только работает, даешь газу, сразу глохнет. Непонятно, почему здесь такая проблема, нежели нельзя хороший бензин сделать, чтобы было на заправке. Вот такие вот приключения бывают, случаются на дороге. С горы сошла сель небольшая. Оболзень. Сейчас будем прочищать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это сейчас будет приключение. Ты что? Давай! Походи, навернись! Вот это жопа! Ну что, вот и начались наши приключения на Алтае. Такого вот прекрасного момента. Ой, понесло, понесло, переворачиваешься. Мишань, как ощущения? Пусть развалить этого корабля. В бассейне, Миши! Ура! Сань, ну что? Опасно, ребята, да. Опасно? Очень опасно. Почему? Мы могли перевернуться в речку и улететь, мне кажется. Ты поедешь сам? Да. Миш, погадался? Покупался почти. Покупался почти. Да, слушай, переправа прикольная. После воды вылетело огромное количество ошибок. И мы сейчас... Ну, я заглушил. И вроде ошибки все пропали. Поэтому он снова едет. Моряков, это пыль. Представляете, как раньше золото искали люди? Кладоискатели, которые не имели техники на лошадях пешком. Это нам сейчас на квадриках и то не так просто забраться. А представляете, то есть здесь люди шли. Насколько была мотивация для того, чтобы разбогатеть. Недаром горят голодая лихорадка. Бабочки, это Алтай. Вообще сумасшествие полнейшее. Ребята, смотрите, какие красивые цветы на Алтае. Смотрите, какие красавцы вообще. Целое поле. Здесь везде кругом. Пробираемся на золото-добычу. На прииске. Надеюсь, у нас получится хоть что-то добыть. Внимаемся на самую вершину горы. Высота уже больше тысячи метров. Что, парни, добро пожаловать домой. Заселяемся. Пошли пройдем, позвоним. Смотри, какой дом настроили. Оказывается, здесь раньше стояла драга. И намывала огромное количество золота. Но из-за того, что она постоянно мутила воду, а эта речка впадает в озеро Телецкое, соответственно, ее запретили. Из экологических соображений. Так-то золота здесь еще очень много. Здесь была деревня, и жили те, кто забывал золото. Носки сушатся. Купюшончик. Цепь бензопилы. Запасы хлеба. И картошка, смотри, какая хорошая. Крупная. Картошка свежая, да? И лужки. А, тут живет. Конечно. Печенюшки. Хлеб свежий. Смотри, соленья всякие. Вот газета. Смотри, год какой. Какого года? 19-й год, 8-й мая. Совсем недавно. Да, ребята. Что это они тут делают? Неужели золото еще? Кто-то здесь есть. Кто-то есть. Кто-то за нами сидит. Вот там есть шахты, которые руками, лопатами, кирками долбили. Потом на тачках, на агонетках вывозили с шахты. Здесь уже руками, вот, какими штуками промывали. Все, что оттуда вытащили, да, вот эту породу? Да, породу все промывали в речке руками. А может золото попасть, например, в камень, внутри камня быть? Ну, конечно, это называется в рубашке. И тогда что делают? То есть, по идее, надо все вот эти камни через дробилку пропустить или как? Это по технологии сейчас уже. А раньше не было такого. Ну, посмотрел, не видно, значит, нет золота. Первая находка, ребят. Первая находка. Ну и что? Для тебя ручки какой-то было, переключайте. А, может быть, да, 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 да. Ну, какой-нибудь, рычаг какой-то. В общем, смотрите, ребят, как работают дилетанты для начала. Сейчас пойдем творить, как работают только. Сейчас, может, экскаватор откопает этот частям. Ну, что, копатели? Война войной, а обед порасписали. Нормально. Санек, я смотрю, тут уже и щеки наел тут. Нормально. Молодец. Семер одного не ждут. Оп, аккуратней. Ну, давай к столу. Всем приятного аппетита. Спасибо. Недавно в этих краях охотники с собаками нашли берлогу. Медведь уже ушел, но в этой берлоге они нашли мужика, которого медведь затрепал. Затащил себе в берлогу, чтобы он немножко, так сказать, подпортился. Но мужик оказался живучий и буквально недели две пролежал в этой берлоге живой. Весь переломан и не мог оттуда вылезти. Как тебя зовут? Александр. Ну, вот так такая история. В общем, ходите по тайге, по лесу. Не забывайте про медведей. Пойте песенки и отпугивайте. В общем, отправляемся дальше мы искать золото. Сейчас вам покажу промышленную установку для добычи золота и промывки породы. Грохотка. 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 Грохотка такая, большая промышленность. Воду пропускают через нее. Крупная фракция вылетает прямо из трубы. А мелкий песок через вот эти отверстия седает. И его потом промывают. Включай машину. Будем копать. Думай. Сейчас попрется. О, знакомые звуки. 25. Слушай, это значит, там вообще много еще осталось. То есть просто везде 32. Это он на Востоку приедет. Да на железо смотри, как он реагирует. Он показывает единичку или три. И звук другой маленько. Да. Мы с вами идем по остаточной породе, которую выработали, когда искали золото. Смотрите, да, просто огромная гора. И вот она продолжается, идет дальше, дальше, дальше. Это все отработанный материал. Да, вот такой вред экологию наносит. В общем, ничего не нашли, идем в штольню. Может быть там что-то есть. Но пока перспектива не очень. Прибор просто с ума сходит там, он пищит на все. Ребята, то, что зверь есть, говорят следы. Если вы знаете, чей это след, а если не знаете, я вам скажу. Это свежий след медведя. Настолько он свежий, что вот даже муть в луже еще стоит. Смотри, вот дробина выпала, я постучал. Она заделана этим. На старой дороге. Воском. Воском залито. Нифигасим. Это старый-старый патрон. Видишь? И вот дробина. Давай с тобой возьмем. Вот смотри. Картеч. Прокладка. А пыш стоит. 20-й калибр? Да. Офигеть. Слушай, точно вон он. Еще алюминий какой-то нашел. Что, нашел что-то? Вот, видишь? Что это? Ух ты, крупинка золота, смотри. Офигеть. Правда, маленькая. Обалдеть. Что это, золотинка? Ага. Сколько она? Миллиграмм. Миллиграмм. Недаром Алтай в переводе золото. Потерял. Мы же обещали за пледу пацанам. Одно багги вышло из строя. Осталось три. Миш, какая нас баня ждет? По-серому? Я думаю, сейчас ручей найдем. Не, нас на самом деле ждет баня по-серому. Это когда и не по белому, и не по черному. То есть выгребают все угли. Хотели вам сегодня показать, но походу дело не покажем. Наши порезы не было. Дует, да? Да, слышно. Короче, ребят, дело пахнет керосином. У нас белый квадрик сломался. Его потихоньку погнали в сервис. И в нем остался ремонтный комплект для колес. Поехали за ним, пока не гоним. Поехали. Мы едем, едем, едем в далекие края. Как говорится, в тесноте, то не в обиде. Если друг оказался в рот, и не друг, и не фрак. Игорь, а побыстрее можно? Если сразу не раз. Пока поет, давим газу больше. Петь перестал, значит страшно. Петь потерял, значит потеряли, как раили. Да, да, да. Уми же опыт есть. Это точно. Кстати, вот, реально баги намного комфортнее, чем в квадрике. Едешь, кайфуешь, не устаешь. Вообще не устаешь, ребят. Что еще хочу сказать. Очень круто провести целый день без связи, без телефона. Прям все проблемы где-то там, в Москве. Мы только слезли с квадриком. Я вообще даже не переоделся. Я подхожу, и мне говорят, тут ваша жена звонила. Ей в задницу приехали. Настюха там отжигает. Вот так вот немножко, совсем чуть-чуть. Но рейндж-час, но рейндж-ровер уже не новый. Вот так бывает, да. Что больше жалко, астон-мартин или рейндж-ровер? Она конечно не виновата, приехал новый Астин Мартин, ей в задницу и она не могла найти документы, которые в козырьке лежали, ПТС, поэтому они поехали в ГАИ, ПТС не нашли, и говорят, сейчас мы вашу машину на все оставим, потому что вы не имеете права без ПТС ездить. Вот, ребят, что значит без связи, видите, такие вопросы решите, Настя там в панике, металась и в ГАИ ездила, и куда-то к ней, ну короче, жесть. А мы сейчас пойдем в баню. Баня парит, баня здоровья дарит, ждем вас с гостями. Как мы по вам соскучились, а, за сутки. Мишань, давай, рассказывай, что тут у нас. Попилочка. Вот это я понимаю. Вы что с ним сделали? Тебе точно хорошо? Мне вообще рост выглядит. Я как глухой, я вообще в соплице. Да? Только трезвый. Ну, это хорошо? Ух, но на каком расслабоне вообще я не знаю. Во-первых, это баня по серому. Во-вторых, очень классно то, что все лежат и начинают подавать вот этот мелкодисперсный пар. Накрывает тебя просто так приятно, обволакивает. Ты лежишь, кайфуешь. И самое интересное, что добавляются эти египетские чаши, или как они называются правильно? Непальские. Непальские чаши. Непальские чаши. Сейчас мы еще попробуем парение, которое называется феникс, перерождение. В чем заключается суть? То есть два человека парят, один ложится, его двое парят. Но парят очень сильно, как цыганочка, то есть увеличивают темп. И когда человек, уже видно по человеку, что все, он готов выбежать, на него кладут сухую простыню. И начинают ледяной водой поливать эту простыню очень постепенно, чтобы она намокала. И получается ты лежишь, как будто тебе просто в снег положили. То есть это нереально как холодно. В этот момент второй человек начинает поддавать и потом берут за пятки и потихонечку с тебя стаскивают эту простыню. И ты перерождаешься. Ты из резкого холода получаешь жесткое это и тебя опять начинают вениками. Да, я хочу это уже. Это очень круто. Душа исходит, да? Да, ты просто, это прям вот контраст такой, на котором ты просто переродился. Я сейчас снял тебя на видео, как ты кайфуешь баню. И у меня пришла очень такая интересная мысль в голову. Для меня на самом деле российская баня, это как искусство. В любом искусстве есть свой автор. Он добавляет какие-то свои нововведения, свой штрих. Ты когда ходишь по музеям, ты познаешь искусство. Ты смотришь разные картины разных авторов. И вот в бане я считаю то же самое. Познавайте новое. В любом моменте можно развиваться. В любой ситуации можно находить что-то новое, погружаться глубже и действительно получать от этого удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok